18 часов столицы. Время новостей на телеканале Хабар 24. С вами Асельшая Ахмед. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Добрый вечер. Глава государства прибыл с официальным визитом в Германию. Касымжомар Токаев уже встретился с Ангелом Меркель. Лидеры государства рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений. Программа визита также включает встречи президента с Франком Вальтером Штайнмайером и известными политиками ФРГ. 6 декабря Касымжомар Токаев выступит на 28 заседании Берлинского евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний. Казахстан и Германию связывают множество совместных проектов. Шолпана Иманбаева о некоторых из них и о том, чем интересен наш рынок для немецкого бизнеса. Для Германии Казахстан ключевой торгово-экономический партнер в регионе Центральной Азии. С 2005 по 2018 годы объем прямых инвестиций из ФРГ превысил 4,7 миллиардов долларов. Что касается товарооборота, то по итогам прошлого года страны наторговали на сумму более 5 миллиардов евро. В основном Казахстан экспортирует нефть, ферросплавы, а также цветные металлы. Германия же, в свою очередь, импортирует нам сельхозтехнику, автомобили, медицинское оборудование и лекарства. Говоря о двустороннем сотрудничестве, депутат Бундестага Аксель Фишер подчеркнул, Казахстан и Германию связывают тесные и доверительные отношения. Сотрудничество между Казахстаном и Германией находится на очень высоком уровне. Мы активно работаем как на политическом, так и на экономическом уровне. Казахстан для нас важный партнер Центральной Азии. Визит президента Казахстана в Берлин говорит о значимости Германии. Это сигнал для немецких предпринимателей, которые работают или хотят работать в Казахстане, чтобы они расширяли свой бизнес, создавали новые рабочие места, запускали новую линию продукции. Я считаю, от этого выиграют и Казахстан, и Германия. Сегодня в Казахстане зарегистрировано 900 представительств и филиалов фирм с немецким капиталом. Свой бизнес у нас успешно ведут компании, которые не нуждаются в представлении. Среди них Siemens, Bosch, Knauf. Наравне с именитыми концернами в Казахстан ежегодно идут и новые фирмы. Кстати, более 90% германских инвестиций приходится на несырьевой сектор. Чаще всего немцы вкладывают в перерабатывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство и зеленую энергетику. Я очень надеюсь, что этот визит поможет нам улучшить наши двусторонние экономические отношения. Особо отмечу, что Казахстан – это страна, открытая для инвестиций. Для немецких предпринимателей большой интерес представляют сферы строительства, промышленности, новых технологий. Сейчас мы готовимся к заседанию Берлинского юридийского клуба, где мы будем обговаривать конкретные проекты и состоятся двусторонние встречи. Казахстан и Германия намерены и далее укреплять двустороннее сотрудничество и наращивать торговлю. Для этого есть все возможности, инструменты, а главное – потенциал. Эксперты уверены, официальный визит президента Казахстана в Германию придаст новый импульс двусторонним отношениям. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар, 24, Германия. Меньше чем за два года больше 28 тысяч казахстанцев, у которых не снята или не погашена судимость, снова нарушили закон. Свыше двух тысяч из них совершили рецидив. Об этом в Сенате заявила депутат Сауля Айтпаева. Один из подобных случаев произошел на днях в столице. Бывший осужденный угнал автомобиль и сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Айтпаева отметила, что по статистике повторно на преступление идут безработные мужчины, которые зачастую употребляют алкоголь или наркотики. И это при том, что в стране действует комплексная стратегия социальной реабилитации граждан, которые освободились из мест лишения свободы и находятся на учете службы пробации. Однако, по словам сенатора, как показывает практика, меры, которые принимаются ответственными структурами, неэффективны. В чем причина Сауля Айтпаева интересовалась у главного полицейского страны. Депутат направила запрос в министру внутренних дел. Каковы результаты участия предпринимателей в заключении индивидуальных договоров трудоустройства таковых лиц? Имеются ли индивидуальные программы и удалось ли внедрить в деятельность службы пробации современные методы изучения личности, в том числе систему предупреждения рисков с целью индивидуализации процесса исправления осужденных? В Нур-Султане завершается судебный процесс по делу 14 казахстанцев, возвращенных из Сирии в рамках спецоперации «Жусан». С последним словом выступили все подсудимые. Каждый из них признался, что раскаивается в решении примкнуть к рядам террористов. Они рады вернуться на родину, несмотря на то, что здесь их ждет наказание по всей строгости закона. Все фигурантам дела прокуроры запросили разные сроки – от 10 до 17 лет лишения свободы. Обвиняются они по разным статьям Уголовного кодекса. Это участие в террористической деятельности, вербовка, пропаганда и другие тяжкие преступления. 14 возвращенных из Ирака казахстанских детей имеют родственников и будут переданы семьям. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка Ружан Саин во время пресс-конференции в Москве, где был подписан меморандум о взаимодействии в области защиты прав и интересов детей. С российской стороны документ подписал одетский омбудсмен Анна Кузнецова. Стороны обсудили сотрудничество со странами СНГ, в частности, с Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, по вопросу возвращения детей из горячих точек. Напомню, в конце ноября в рамках спецоперации Русофа по поручению Касмжумарта Тукаева из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей в возрасте от 1 года до 13 лет. В Ираке они находились в тюрьме вместе со своими матерями. Сейчас возвращенные дети находятся в Нур-Султане, в специально организованном реабилитационном центре. С ними работают медики и психологи. Дети говорят на языке, на котором говорили большее количество людей в камерах, где они сидели с мамой. И с малышами, я надеюсь, будет как-то это легко преодолено. И к школе они получат необходимую подготовку. А со старшими детьми мы будем решать уже непосредственно в регионах, потому что у них есть педагогическая запущенность из-за того, что дети не ходили в школу. Сейчас они под постоянным надзором врачей. Проведена полностью диагностика, обследование деток. В скором времени, когда решатся все вопросы, дети поедут уже в регионы, в семьи своих родственников. В ближайшее время планируем уже начинать работу по возвращению, непосредственно по вывозу детей из Сирии, из лагеря Аль-Холис, территории тюрем Дамаска. Именно вот в этом направлении я предложила начать работу по возвращению детей с территории Сирии. Потому что я знаю, что вопрос с раком тоже решен в большей части у республики Казахстан. И речь идет о розыске других детей. 29 тысяч человек покинули Казахстан с начала года. Об этом сегодня сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. Большинство казахстанцев переехали в Россию, Украину и Беларусь. Между тем, за этот же период около 13 тысяч этнических казахов вернулись на историческую родину. Миграционные процессы страны обсудили за круглым столом в Нур-Султане. Было отмечено, что Казахстан заинтересован в привлечении иностранной рабочей силы. Сегодня на более чем 2 тысячах предприятиях страны официально трудятся около 22 тысяч иностранных специалистов. По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве с Международной организацией по миграции. По вопросам внутренней миграции, переселение с юга страны на север. Самый главный тезис, о котором мы все должны понимать, любое переселение, оно может быть только добровольным. Никто по Конституции никого не может заставлять переселяться в другое место. Дело в том, что с учетом внутренних демографических процессов, миграционных процессов, у нас идет убывание населения в северных регионах и наоборот увеличивается население в южных регионах. Продолжая выпуск, Павлодарский кардиологический центр, который планирует объединить с городской больницей номер 3, не потеряет своего статуса. Там, как и прежде, будут проводить высокотехнологичные операции любой сложности. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева. По ее словам, объем медицинской помощи зависит от материально-технической базы, медицинской организации и кадрового потенциала. А процесс объединения монопрофильной клиники с городской больницей приведет к увеличению доступности медпомощи для населения. Кроме того, в области уже имеются успешные примеры слияния медучреждений. За два года в состав областной больницы имени Галыма Султанова вошли кожный венерологический диспансер, областная инфекционная больница и перинатальный центр. Проект показал свою эффективность, в частности, менеджмента и управления персоналом. Был оптимизирован административно-хозяйственный персонал, сокращенные должности главного врача, заместителей, хозяйственная служба, бухгалтерия, кадровая служба. И в связи с этим сложилась экономия затрат на содержание данного персонала. Также улучшилось оказание консультативно-диагностических услуг тем монопрофильным стационарам, которые были присоединены к нашей больнице. Сократилось время по оказанию консультативных услуг, в частности, это уролога, невропатолога, окулиста, которые оказывают услуги оперативно в режиме 24 на 7. В Министерстве здравоохранения сейчас обсуждается проект, где определяется принцип распределения медицинских организаций в зависимости от материально-технической базы. Документ изучает Казахстанская ассоциация кардиоторакальных хирургов, которые и определят критерии разделения клиник на определенные уровни. К какому уровню регионализации будет отнесен кардиохирургический центр, опять же, это будет решено позже, после того, как будут приняты критерии. Но однозначно могу вам сказать, что никаких ухудшающих для населения норм, ухудшающих для коллектива правовых норм принято не будет. В научном центре педиатрии и детской хирургии запустили благотворительный проект Smart School. Он позволяет пациентам больницы, среди которых дети с онкологическими, гематологическими и редкими заболеваниями, получать бесплатное обучение. В каждом из трех кабинетов будет проводиться своя насыщенная программа. На открытии необычных классов побывала наш корреспондент Анастасия Валикжанина. Организаторы общественного фонда как-то задумались, чем можно наполнить жизнь ребенка, получающего длительное лечение в научном центре педиатрии и детской хирургии. Идея пришла моментально. Общими усилиями волонтеров и неравнодушных жителей Казахстана удалось открыть проект Smart School, который наполнил жизнь ребенка совершенно новыми красками. Это возможность нашим детям в период длительного лечения, в период длительной химиотерапии получать образование, развиваться. Получать образование не только в рамках школьной программы, но и заниматься любимым делом. Дети могут тут заниматься шашки, шахматы, лего-конструирование, робототехника. В специально отведенных кабинетах детей будут бесплатно обучать английскому языку, обеспечивать внеклассными занятиями. Здесь они смогут лепить из пластилина, писать картины, заниматься арт-терапией. Кстати, большинство преподавателей работают на добровольных началах. Все они прошли специальную подготовку. Мы здесь преподаем робототехнику. Для детей это очень важный процесс не только получения знаний, но в том числе и реабилитационного характера, эмоционального. Потому что для детей сама идея робототехники, того, что они могут собрать конструктор, который после этого живя запрограммирует, для них это вызывает такого эффекта. Smart School – это второй проект в детской больнице. Три новых кабинета, оснащенные арт-объектами и современным оборудованием, позволяет обеспечить активным досугом всех детей клиники. Хочу учиться английскому языку, получать знания. Хоть лечишься в больнице, все равно получать знания, чтобы не отставать, развиваться. Подобный проект помогает не только разнообразить жизнь ребенка, но и погрузить его в творческий процесс. Маленькие пациенты не разучились мечтать, а взрослые всеми силами пытаются помочь им поверить в свои силы. Анастасия Валикжанина, Радик Жакупов, Алматы, Хабар-24. И к другим темам, по данным исследователей, многие рестораны и магазины в Праге обсчитывают русско- и англоговорящих посетителей. Поначалу специалисты приняли это за случайность, но проведя анализ, констатировали языковую дискриминацию скорее как закономерность, чем исключение. До суда дела пока никто не доводил, однако пражские правозащитники возмущены поведением соотечественников. По их мнению, таким образом, Чехия теряет репутацию гостеприимного государства. Наш корреспондент Надежда Дрегал решила узнать, насколько затратно не знать чешский. В случае дискриминации по языковому признаку ревизоры выявляли с помощью контроля закупки. В магазины и кафе приходили проверяющие под видом обычных клиентов и делали заказы сначала на чешском и русском языках. В пяти из десяти случаев русскоговорящий покупатель получал завышенный счет на 100 крон или 5 долларов. Раньше других под наблюдение специалистов попали пражские закусочные и фастфуды. Насколько дорого в Праге говорить по-русски, первыми заметили студенты из Петербурга и поделились наблюдениями со знакомыми правозащитниками. Те провели свое расследование, а после подключили и специалистов из статистических центров. Последние определили. Русская и английская речь многими официантами и продавцами воспринимается как призыв обсчитать. Мы выяснили статистику дискриминации по языковому признаку, но мы не ответили на главный вопрос. Почему? Некоторые признавали, что увеличивали сумму автоматически, слыша иностранную речь и принимая посетителей за наивных иностранцев. В любом случае, это нарушение и весьма грубое. Мы сейчас добиваемся того, чтобы таким сотрудникам был выписан штраф. Чехия – гостеприимный народ, а такими систематизированными поступками общепита мы теряем свою репутацию. Сама же страна общепита пытается откреститься от обвинений, заявляя, что все упреки надуманы, а выявленные нарушения – не более чем случайность. Тем не менее, многие попавшиеся взялись за работу над ошибками. В двух ресторанах сотрудникам, замеченным в языковой дискриминации, указали на дверь. А представители некоторых пражских кафе начали ввести статистику посещения заведений иностранцами с сохранением копий выданных чеков. По закону нарушителей языкового суверенитета пока ответить не могут. Административно-процессуальное право Чехии не предусматривает ответственности за подобное нарушение. Однако, по заявлениям Чешской торговой инспекции, практически во всех проверяемых местах были обнаружены иные нарушения. Ревизорами было наложено 65 штрафов на общую сумму более 50 тысяч долларов. Надежда Дрейгл, Дмитрий Лукша и Вадим Чех. Хабар, 24, Прага, Чехия. Штурмой о Берлину наставил автограф на стене Рейхстага. В мирное время запустил первую казахстанскую телепрограмму, воспитал целую прияду талантливых журналистов. Хамза Абылгазин вошел в историю страны как основоположник отечественного телевидения. Сегодня ему исполнилось бы 100 лет. Подробнее о тернистом пути незаурядной личности расскажет Камила Тастанбекова. Звукорежиссеры, внимание. Мадон. Впервые эта волшебная фраза прозвучала для казахстанских телевизионщиков больше 60 лет назад. В 1958 году в Алматы заработала первая студия ТВ. Основу всему рабочему процессу заложил Хамза Абылгазин, первый директор алматинской студии телевидения. Он возглавлял ее до 1962 года. В это же время в эфир стали выходить первые казахстанские телепрограммы. Только представьте, за 2-3 года ему нужно было настроить весь процесс, собрать команду, обучить ее. Он днем и ночью работал на студии. Не просто контролировал, а участвовал в создании каждого этапа. Помню, что домой тоже установил телевизор. Нужно было смотреть, как держатся дикторы в кадре, хороша ли картинка. Если замечал ошибки, звонил в студию. В свое время я все это видел. Возможно, молодой и энергичный Хамза Аубакирович и не подозревал, что столетия спустя, в его день рождения, коллеги по цеху, но правильнее все-таки преемники, будут с почтением говорить о том, что он один из основоположников казахстанского телевидения. В 1938 году, окончив рабочий факультет при Казахском пединституте имени Абая, поступил в Казахский коммунистический институт журналистики. Отучиться студент не успел. На втором курсе его призывают в ряды советской армии. Ленинградская блокада, курская дуга, участие в штурме Берлина – все это он прошел, проявив при этом стойкость и мужество. Из многочисленных наград можно отметить орден Александра Невского. Будучи незаурядной личностью, параллельно с работой на студии Хамза Ага, много времени посвящают переводу произведений русских и зарубежных писателей на казахский язык. Его же можно назвать основоположником отечественного дубляжа. За два года работы на казахфильме в должности заместителя директора киностудии герои больше ста фильмов заговорили на казахском. Трудолюбием отца восхищаются его дети – двое сыновей и дочь. Папа наш был очень мудрый, честный. Самое интересное, что очень помогал всем своим близким, друзьям, родственникам. У нас всегда было очень много дома народу. Все приходили, приезжали, жили. В общем-то, и папа работал. И самое интересное, он на работе весь день, и вечером, ночью он переводил фильмы с казахского на русский язык. О своих достижениях, которых за 61 год накопилось немало, Хамза Аубакирович говорить не любил. Интеллигент по натуре хотел жить и творить на благо общества. В этом и есть масштаб его личности. Камила Тастамбекова, Хабар, 24. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Всего доброго.